Мы закончили нашу конференцию. Не будем, что еще закончить сказать. Ну а где же наш план? Мы еще его не приняли. Нет, я имею в виду, что мы закончили дискуссионный час. Значит, у каждого из вас есть вот такая папочка. Рука. Папочка. Такая папочка. У каждого из вас. И в этой папочке находится документ. На котором написано. Президиуму Всемирного форума изменения климата. И обозначено. Франция, Париж, 30-е, 11-е. 7-е, 12-е здесь пропущено. Не может быть. Там 7-го числа, а не 11-го закончилось. Значит, представители Латвии читали? Или огласите этот документ. Я готов огласить его. Все читали? Не читали. Не читали. Не читали. Не читали. Здесь. В таком случае я пропускаю. Собственно, в этом документе изложено то, что, значит, это квинтэссенция всех тех, кто выступал сегодня. Значит, мы обращаемся к форуму. Почему? Потому что на этом форуме будет более 200 глав государств. 200, подчеркиваю. В Париже, да? Да, в Париже. Ну, вы представляете, да? Главы государств. Ну, не поедет президент, то поедет глава правительства. Понимаете? На таком уровне. Почему? Потому что, ну, могу вам сказать, но я никакой Америки здесь и не открываю о том, что ситуация с климатом на планете, я абстрагируюсь от Балтики. Потому что сегодня мы Балтике посвятили не так много времени, но все-таки больше, чем всему земному шару. Значит, на заседаниях ОБСЕ, это для всех общая информация, на заседаниях ОБСЕ журналисты присутствуют первые 10-12 минут. Вот сколько я говорил, сколько раз я говорил. Ну, вот ОБСЕ дает им присутствовать 12 минут, не больше. А потом уходят все, до единого. Остается один единственный фотокорреспондент ОБСЕ, который все дни работает, и вот никакого телевидения, никакого радио, ничего нет.